Это нельзя никак через комбинаторы вывезти и придавать. То есть это по сути сахар? Да. Я не думал, что не забыть второе. Дальше. Ситуация, как бы, сложная, улучшается тем, если у нас есть вложенные структуры, то есть вот здесь я объявляю два типа данных, это point и unit. Вот мы создаем, значит, два экземпляра, и теперь нам надо подвинуть unit влево. То есть у нас есть влево, влево, и, как вы понимаете, на сколько подвинуть, unit означает новые люди. Вот, вот чтобы нам это сделать, нам надо сначала взять старую позицию, потом поддейтить ее, причем, ну, как бы, это нельзя сделать в один срок, потому что нам надо брать старые значения и потом поддейтить эту позицию в самом unit. Если, значит, у нас будет тройная вложность, это еще хуже будет. Дальше. Вот, на помощь нам приходит... Значит, что такое линза? Линза, можно думать о линзе, как о паре двух функций гетера и сектора. То есть, вот, они называются view и set, то есть линза SR, где S это, ну, это тип структуры, а это тип поля. И, значит, view и set. Соответственно, для... Если у нас, если мы объявим аксессоры для нашего типа Person, вот так вот, линза, PersonString и PersonInt, то написав view PersonName John, мы получим, значит, его имя. Если мы напишем set PersonName, новое имя John, то, значит, мы поддейтим его. Уже лучше. Дальше. Да. Значит, линзы должны удовлетворять трем, ну, достаточно простым законом. Это первое, если вы что-то кладете, вы сможете это достать. То есть, вот здесь мы сделаем set по линзе вот этого значения в S, и потом этой же линзы достаем из получившегося значения, то мы должны получить обратное это V. Вот. Соответственно, обратный закон, что если мы что-то взяли и опять положили туда, то, ну, как бы, структура не поменялась. И третий закон, если мы дважды что-то положили, то есть мы сначала положили V, а потом положили V', это то же самое, что мы сразу положили V'. То есть никаких там сайдефектов нет. Дальше. Да. Ну, вот три распространенных операции, это viewset и over. Ну, viewset я уже показывал. Over – это операция, которая принимает функцию, которая модифицирует значения. Ну, то есть это операция, кто хочет, не одно константное значение, а помодифицирует функции. Понятно? Дальше. Окей. Значит, мы знаем, что вот обычные функции можно композировать. Для этого в Хаске есть операция точка. Вот у него такая сигнатура. То есть он берет функцию из V в C и из A в B и возвращает функцию из A в C. У него композиция обратная. Вот точка точно так же работает для линз, но там композиция прямая. То есть если у нас есть две линзы, линзы из A в B и из B в C, то композиция для них дает линзу из A в C. Ну, конкретно вот мы можем... Мы положим, что у нас есть линзы для типа unit и для типа point. У нас есть одновременно названные линзы. То вот та операция, которую мы проводили, она будет выглядеть так. То есть мы возьмем over, здесь будет использоваться композиция двух линз, позиция из unit и X из point. Здесь это функция, которая модифицирует, она просто добавляет вот в данный данный. И исходная структура, и на выходе мы получим структуру с пункциром. Можно даже объявить алиации вот таким образом. То есть позиция точка X, на самом деле, новая линза из unit. Все пока понятно? Не кей дальше, пока. Да, ну это все были наивные линзы. Дальше. Наивная реализация. На самом деле линзы выглядят так. У нее не два, а четыре параметра. Вот. Ну и на самом деле линза это не структура с двумя функциями, а это на самом деле одна такая большая функция. То есть для любого функтора линза это функция, которая берет функцию из A в FB, и S возвращает демпорт FB. Такое представление линз выбрано для того, чтобы можно было использовать обычную композицию функций. То есть если мы начнем делать композицию таких функций с помощью обычной операции композиции функций, то она будет давать эффект, вышеписанный композицией линз. Вот. И есть упрощенный вариант линзы. Это называется simple variance, означает variance-штрих. У нее еще два аргумента типа, и видно, что они просто дублируются. Я потом расскажу, почему обычная линза такая сложная. Дальше. Как делать линзы? Ну, предположим, у нас опять есть вот такая структура point, и там два поля. Почерпник point x и почерпник point x. Библиотека линз представляет функцию для создания линз. Она берет две функции, это, соответственно, геттер и сеттер, и возвращает нам линзу. Значит, заметьте, что вот геттер, он возвращает вам а, но когда, ну, сеттер, он берет некое другое значение b, ну, то есть он берет исходную структуру, но как бы как бы, как бы, и возвращает какой-то другой, другой тип t. Ну, где в простых линзах этот тот же тип, что и s. И тогда, например, линза для point x, ну, в смысле, для x-у, для point x, она будет выглядеть так. То есть линз, подсчеркиваем point x, это вот он как раз та функция, которую нам компилятор сам предоставил. Мы прям сразу будем использовать геттер, а в сеттер это мы просто объявим функцию, которая будет x, и с помощью обычного ретро-цинтерса мы сделаем обдейственные значения. Вот. Но библиотека, в принципе, составляет нам специальную template Haskell функцию, которая сама нам генерирует это. То есть, ну, я не могу сказать, template Haskell это такое метапрограммирование, то есть это код, который выполняется в процессе кибеляции, макросы, макросы. Да, макросы. Добрый день, с код. Окей, то есть, значит, зачем мы здесь подчеркиваемые писали? Иначе у нас был бы конфликт имен. То есть мы хотим, чтобы наши линзы назывались, ну, без всяких подчеркиваний там, вот. Но они будут конфликовать с генеренными, поэтому принято тем называть подчеркиванием, и вот эта функция, она про это знает, и принципами именем. Дальше. Окей, значит, для... Ну, библиотека линз представляет большое количество операций для линз. Я привел только... Ну, то есть там их очень много, там больше ста. И, конечно, перечитать их не буду, но, естественно, буду посмотреть. Ну, самые простые. Крышка-точка – это аналог геттера. Она инфиксная, и поэтому можно писать просто вот хост – это наш объект, крышка-точка, линза, точка-линза, линза, и на выходе мы получим, соответственно, int. Здесь это x-координату призрака. Значит, точка тильда – это аналог, интексный аналог сеттера. Сможно писать... Значит, так. То есть вот здесь мы имеем опять композицию линз, точка тильда, значение. А вот этот оператор – это flip-moot и apply. То есть он берет функцию справа и аргумент слева и применяет. Вот. Ну, и там, поскольку у него там приоритет очень низкий, поэтому сначала вычитается все вот это, а потом вот это. Соответственно, вот это можно ченить. То есть можно дальше написать и другая линза, точка тильда, другое значение и так далее. Вот. Процент тильда – это аналог over. То есть мы можем так написать over плюс 10. Но для каких-то простых операций, там плюс-минус умножить разделить, есть прям готовые операторы плюс тильда, минус тильда и так далее. Там, на самом деле, их очень много. Там и логические и, и моногальные объемы. Дальше. Вот. Также есть операции, которые работают внутри стейт-монады. То есть, ну, там практически все, все, которые есть обычные, есть и те, которые, ну, их аналоги для стейт-монады. То есть, самое простое, вот эта точка равно, он берет линзу и, причем он берет линзу для S, и он хочет, чтобы он работал внутри стейт-монады, где стейт им является S. Он берет новое значение и возвращает, ну, пустое значение внутри монады. То есть, он его сетит и кладет обратно в стейт. Вот. Ну, это очень удобно. Дальше. Вот. Значит, зачем там разные типы? Я показываю там линзу с четырьмя партнерными типами. Вот простой пример, когда это может не нужно. Вот, предположим, у нас есть туплы. Вот у нас есть тупл АСБ. И библиотека линз представляет линзы для доступа к элементу тупла. То есть, например, подсчетный один, это линза, которая берет, ну, она оперирует с туплом АВ, и она возвращает А. Но, в смысле, когда вы сетите, вы можете посетить А штрих и на выходе у вас будет А штрих Б. То есть, таким образом, вы можете сделать сет какого-то другого значения и на выходе у вас будет совершенно другой тупл. То есть, вы можете, например, иметь туплу int int и сделать, ну, помодифицировать первый аргумент и превратить его в string. И на выходе у вас будет string int. Вот. И все это можно сделать просто вот через линз. Поэтому, как бы, в общем случае, у линз после сета тип может отличаться. Ну, тут, собственно, такой же для второго. То есть, здесь мы возвращаем B и сетим B штрих и на выходе у меня вот новый тип. Дальше. Да. Значит, в билетейке линз есть еще такие особые линзы, называются призмы. Значит, это линзы для сам типов сумм. Ну, по-русски. Ну, короче, по-постому сумм типы это а-ля unit unit c. То есть, это когда у вас один, ну, например, either это some type. Он может быть или одним, или другим вращением. Вот. Соответственно, призма позволяет спуститься и подняться по вот одной из этих веток. То есть, вот, например, у нас есть для either есть линзы призмы left и right. Они, значит, работают either, a, b и возвращают или a, или b. Но проблема в чем? Проблема в том, что, если, например, что делать, если мы применяем left и линзу к right-значениям? Вот. приеме возвращает maybe. То есть, в смысле, для призм есть особые операторы review и review. То есть, preview берет призму и исходное значение возвращает maybe-a. Ну, здесь это вот. А review позволяет подняться наверх. То есть, мы берем призму и a и он возвращает s. Дальше. Ну, вот, собственно, призму left. Мы делаем preview left от значения left-hide и получаем just-hide. Если мы от right-hide будем, то мы получим nothing. Если мы сделаем review призмы от просто значения, то мы получим left от этого значения. для удобства есть инфиксная операция. То есть, вот у нас значение крышка вопрос призма и вот, это аналог preview дальше. Вот. Ну, примеры призм. Вот, фон с призма. Она берет лист и возвращает тупо из первого лимона хэда и головы хвоста. Соответственно, preview от пустого означает nothing, preview от списка означает первый элемент и хвост. Вот. Также, например, можно сделать нив призму. Она, значит, для пустого списка она just, для пустого она nothing. Вот. Но, как бы, можно призму использовать еще в более таких хитрых случаях. тип стринг можно рассматривать не как array of char, а как union всех возможных строк. Ну, и думать о нем как о union. И вот, например, призмы, которая преобразует пасы строку в boolean. У нас есть две призмы parse true и parse false. Соответственно, так работают. Дальше. Окей. Значит, траверсовые и фолды. Траверсовые и фолды это вспомогательные типы для типов для того, чтобы работать с типами, которые реализуют traversable и фолды. То есть traversable позволяет обойти структуру и работать с каждым элементом отдельно. Фолдбл позволяет обойти и свернуть. Сейчас я покажу. То есть практически не обиделся. Только обиделся. Вот. Значит, самые простые операции, чтобы быстро перевести эти траверские фолды. Фолды, соответственно, так называются. Ну, вот, пример. А, ну да, собственно, вот эти операции, она позволяет привозить траверсу в лист. Ну, потому что нам надо как-то от траверсу перейти к нашим понятным типам, вот они как раз это делают. Ну, здесь вот примеры, значит, в библиотеке линз, там есть куча функций, которые умеют что-то делать с траверсу и фолдами, там, получить голову, получить там н-элемент, хвост получить, например, суммирование произведения, то есть вот суммирование фолды лист. Поскольку самов он ожидает что-то фолды, ну, точнее, он ожидает фолд и исходный элемент. Здесь, в принципе, это не сильно нужно, просто потому что самов ожидает фолд. Вот, если у нас есть листов листов, мы хотим посчитать сумму всех элементов в подлистах, то есть мы просто говорим фолд компонсируем его с траверс, траверс позволяет обойти, заходить там внутрь твердых листов. Получается то же самое. Здесь более хитрый, здесь мы используем, фолд мы оставляем все четные и потом из этого максимум. Ну, час-шесть. Получается. Дальше. Ну и такой пример. Предположим, у нас есть мы делаем игру типа Dungeons & Dragons и вот у нас есть такие, ну, мы объявляем тип для состояния всей игры, объявляем всех юнитов и по позиции. И генерим ленды на леонид для всех. Дальше. Что мы можем с этим делать? А, значит, начальное состояние, значит, что мы можем делать? Например, значит, мы будем все операции, все действия описывать внутри стейт-монады. Мы говорим, что у нас есть стейт-монада, где состояние является состояние игры, ну, и на базе IO-монады. Вот. Значит, что мы можем, ну, как бы, это для того, чтобы мы могли там в процессе действия распечатывать на экран, делать какие-то там. Вот. Значит, например, делаем функцию strike, которая ударяет босса. Значит, пишем, boss health минус равно 10. Мы ударим на 10. минус. приземленные exec state, strike, initial state. Включаем корпус, видно, что отработал действия людей. Включаем он state. Пишем new state, пишем boss health. И действительно, ну, там, изначально был 100, сейчас 90. Дальше. окей, более интересное, значит, вот у нас есть линза units, которая достает список винтов из игры. если мы сделаем units.traversed, то у нас будет traversal из game unit. То есть мы traversal по всем юнитам. Если мы напишем units.traversed health, это будет traversal из game unit, где, ну, инт это здоровье каждого из юнита. То есть мы можем, например, сделать такой алиас партии HP units.traversed health. И, например, сделаем операцию, ну, точнее, действие, когда босс, дракон дышит огнем. Также внутри стрельмонады, значит, он там кричит, и пати HP минус равно 3. Значит, смотрим, initial state, птичка точка точка птичка вот это вот это точка досет, да? Ну, это это берет traversal и возвращает нам array. Вот. То есть изначально у нас 10-15-8 здоровья. Значит, делаем firebreeze, да, забыл написать, что он отвечит, new state против HP, соответственно, у каждого здоровья уменьшилось на 3. Дальше. можно делать более хитрое. Например, мы сделаем traversal из юнита в юнит, который находит всех юнитов в каком-то радиусе от указанной точки. То есть, мы берем point и radius, центр и возвращаем как бы traversal из пункта, возвращаем всех юнитов, которые используем функцию filtrate, ей даем функцию, которую фильтруем. Здесь юнит в точку позицию точку x в квадрате должно быть меньше, чем в квадрате. Ну и мы модифицируем операцию дыхания огнем. Мы теперь ей даем аргумент, куда он там вдыхнул. И теперь юнит traversed round target в radius 1 0 х минус минус равно 3. Дальше. Пока все понятно? Нет. Окей, еще одна полезная штука. Ну и смотрите, мы сделаем алиаз partylog, это список всех location в нашей партии. Ну, location это местоположение. Location от нашей партии. бежать, сбегать. Здесь мы можем использовать операцию zoom, зазумиться на ultraverest, и вот это уже впечатление, которое рануется в state монаде, у которых стоит data point. то есть мы понятно, да, то есть вот эта операция выполнится для всех местоположений каждого из игроков, и вот это вычисляется в смысле, где стоит его положение. То есть тем самым нам не надо каждый раз писать пати log точка то есть они заматятся на полярсце структура, да, 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 собственно, метафора линзы это как раз то, что она позволяет зажмутся на новый линь и там делать какие-то операции. Дальше. Ну вот, финальная битва. Поэтому значит для всех вот этих таунтов выполнить прокричать таунт и ударить. Значит, потом дракон просыпается и вдыхает вот в эту точку и после чего вся партия трижды начинает бежать. Вот это выполняет магическое действие три раза. Ретрит и босс начинает ангинаться. Зум босс позицион. Ну и вот выполняем паучи туда еще и еще и назад. Ну и собственно вот так будет и встретиться. Да. Ну и собственно все. Дальше. Ну и собственно это такой быстрый краткий бот блинзи. На самом деле там библиотека очень большая. Куча всяких вспомогательных действий. Траверс с имбексами, без имбексами. там на самом деле когда считаешь сигнатуры метка, там очень страшно. Да. С то, что не важно. Ну все. Я так понимаю, что линзы это действительно синтактический сахар? Ну это синтактический сахар. Ну можно так сказать. Для тех. на самом деле она очень сильно помогает, когда вам надо, если у вас есть большая структура, и вам где-то там внутри надо что-то поменять, и без них вам надо распланировать всю ветку, там все объекты. Минзи про эти желающие. Отдельная библиотека она не ходит? Да, это только для метабельных структуру. Ну да, там хаски все метабельные. Да. Других языков есть по-другому языку? Читали, есть скалоза. Читали, скалоза. Линзы отдельные библиотеки линзы. Вот. Я думаю, во всех языках есть инструментальный язык. Если нет, то появится. Максим, я когда посмотрели, что такое линзы, нашел такое определение, что линзы это function reference. Как можно прокомментили, что такое function reference? И да, в случае не совсем понятно. Ты скажи по-русски, что ты имеешь в виду. А то, Максим, тебе сейчас по-английски ответит. Ну, я как раз заметно, что в основном все по поводу линзы многоязычное. И в определении линзы было указано, что линзы 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 functional reference. Ну, я... Да, по сути, как это можно здесь прокомментировать? Я не могу так сказать. Пусть линзы сначала. Что такое reference? Большинство вещей там вот эти вот... Я видел там это, типа, Комонада, где-то там... Ну, видимо, научное название действительно такое. Я это вспоминаю, как такие удобные аксессоры и возможность работать с структурой. Исходники игры есть? На самом деле игра не моя, вот этот друг рассказал. Есть еще вот этот забавная статья, если кто-то читал про фрукторы, где-то там коробочек или мясорубок. Вот там в таком бы стиле. Если... Что такое лицо? Если интересует, как работает композиция, вот здесь, там двухчасовой этих-то, где-то линзы с полками проносываются, она скажет, почему линзы так хорошо композируются. Так, я вам линзь. там прям watch видео нажимаю. Там тебя не видно. Да, есть такое. Сейчас не нужно смотреть. очень. Я уже смотрел, даже в какую-нибудь уже смотрел. Я сразу предпочитал, что действительно разговор проявления не очень большой, поэтому люди просили потом рассказать что-нибудь из... реальной жизни. реальной жизни. Да. Ну, если кого что-то конкретно интересует. Я могу рассказать, как у нас все это началось, как у меня все это началось. лайк. Потому что я пока ну, как у нас полтора раза в минуту. Ну, на самом деле это звучит не было, я... Слушай, Макс, стоит. Мы на самом деле это записываем, так что если ты хочешь, мы сейчас можем выключить записывание. я думал, ну да. Да, мы прощаемся с нашими слушателями. С уважаемыми телезрителями. Спасибо за внимание. Да, всем, кто хотел посмотреть подробности, надо было приходить сюда, правильно?